Привет! Если мы еще не знакомы, то я Артур, собственник автомобильного агентства Harpoint. Мы занимаемся автоподбором автомобилей в Украине, пригоном авто из США и также помогаем людям продавать автомобили. И сегодняшнее видео это топ 10 самых правильных автомобилей до 10 тысяч, которые мы рекомендуем к привозу из США. Итак, этот топ основан исключительно на нашем опыте, на практике и на спросе наших клиентов. Итак, по каким же параметрам мы подбирали эти автомобили? Вы уже поняли, это наш личный опыт к нашей компании Carcoin, это спрос клиентов. Второе, это цена, то есть автомобиль должен быть от 8 до 10 тысяч. Это должен быть автомобиль с минимальными повреждениями, а не какой-то затоталенный хлам, сгоревший перевертыш со стрелянными подушками. Подушки должны быть целые, обязательно ликвидность, чтобы она на рынке котировалась в Украине и потом в дальнейшем вы минимально потеряли денег на продажу. Мы еще рассмотрели, чтобы это был максимально свежевозможный год и чтобы это был минимальный пробег. Потому что мы видим супер предложение от какой-то шиппинговой компании, Ford Focus Eco Boost какой-то условно, пробег 180 миль. Ребят, умножьте на 1,7 и вы прозреете. А еще и она ударенная по морде и подушки стрелянные. Конечно, это выгода до 40%, но выгода по сравнению с чем? С гнилым ведром ржавым. Поэтому, друзьяки, у всех автомобилей одинаковые цены по пригону. То есть, грубо говоря, 600 наши услуги, 1100-1500 доставка, логистика портовые, там стоянка максимум 50 долларов, брокерские там 700-750. Все эти цифры, они одинаковые у всех машин, если, конечно, вы автобус не везете. Поэтому я буду называть уже под ключ с ремонтом. Встречайте. Десятое место. Автомобиль, который я вообще не люблю и считаю его ***, но он входит в топ-10, потому что его спрашивают. Kia Soul 2012 года, пробеги там 100 тысяч миль, условно, как мы и договорились, плюс-минус. Вот, пожалуйста, у нас есть вариантик такой. Сейчас его можно купить за 2 950. 2 литра бензина, автомат, передний привод, большой автомобиль. Такая машина стоит от 8 до 10 тысяч. Про все машины я говорю цены от и до. Почему? Потому что ты можешь купить с большим повреждением и с большим пробегом, и она вообще в 6 500 станет. Если с меньшим пробегом и с меньшими повреждениями, она может стать в 11. Поэтому, грубо говоря, эту машину мы считаем 8 500, 9 500, но до 10 она по-любому вписывается. Девятое место. Автомобиль интерактивный для вас и для меня. Это Chevrolet Sonic. Год 14 плюс-минус. Пожалуйста, напишите в комментарии, знаете ли вы аналог такого автомобиля в Украине или на европейском рынке. Эта машина может получиться от 8 тысяч в шикарном состоянии, с минимальным пробегом, с минимальными повреждениями. И мы видим, что даже они были целые, продавались с каким-то, может, царапиной, скретч какой-то. Моторы у них нормальные, плюс к тому же проверенные. Да, они суперэкономичные, но и машина дешевая, дешевая. То есть, это вообще низ нашего топа по цене. Восьмое место. Это уже автомобиль, который мне нравится. И он действительно отрабатывает все свои деньги. Встречайте, Nissan Leaf. Nissan Leaf можно уже найти в хорошей комплектации SV SL. 14 года до 15-го. 24 батарея. Батарея будет, ну, понятное дело, не 95% остаточной емкости. Жизнь батареи, да. Может быть, это будет порядка 85-80%. В зависимости от того, поменяли батарею или нет. Если сильно заморочиться, то можно проверять Carfax и смотреть, заезжала ли машина на замену батареи, на сервис. И если да, тогда вы отхватите какой-то крутейший лифт, как это было у меня 4 года тому назад, с батареей 92-95. Зимой, да, падает пробег, потому что емкость батареи в мороз уменьшается, это физика. И что, если у вас не частный дом, и если у вас негде ее запарковать под дом и зарядить, то тогда, сорян, вы без батареи, без заряда на батарее, и вы едете и ищите. Потом с кульками, с замерзшими, обмороженными пальцами идете домой. Jeep Patriot. Я не сильно, конечно, патриотичен по отношению к этому Patriot, особенно красного цвета, как вы поняли, да? Еще вы голубенькие, да? Мужики. Но это Jeep. 4х4. Автомат. 2,4 мотор. Короче, брать и катать. То есть, за такие деньги ты ничего нормального не купишь, кроме этой машины. Кроме Jeep Patriot. Поэтому говорить нечем. Расход большой, ставишь газ и забил. Скажу честно, поприятнее какого-нибудь китайца или еще чего-то. Это самая компактная машина. Это самая, может быть, свежая машина. Это, может быть, самый минимальный пробег. Она будет самая экономичная. И это Ford Fiesta. 2016, 2017, 2015, 2018 год. В зависимости от повреждений. Конечно же, коробка автомат, кондиционер. Шикарный городской автомобиль. Вот просто вот пушка-бомба. Такой автомобиль от 8000 начинается. И такую машину можно смело покупать. И она супер ликвидная. Не забудьте подписаться на канал, если вы к гости еще не подписались. Следующий автомобиль супер проверенный всеми. Наш Александр Дедученко, автоэксперт в Одессе. Купил такую машину из Штатов. Ездит. И счастливый. Это Chevrolet Cruze. Шикарный автомобиль. Объясню почему. Хотите ли вы заниматься перевозками пассажиров? Хотите ли вы большую семью туда загрузить? Поехать на какое-то большое расстояние? Или еще что-либо? Chevrolet Cruze отвечает всем этим требованиям. Удобная, большая, приличная машина. За вообще копеечные деньги. От 8 тысяч такая машина стоит. От 8 до 10. Еще раз повторюсь. В зависимости от года пробега и повреждения. То есть, понятно. Вы можете открыть сайты в Украине и скажете. Артур, то там вот есть 6999. Да, ребята, есть. Со скрученными изолентой подушками, кривыми тянутыми лонжеронами на стапелях. И вам это дерьмище продается. Так вот, идите, купите его и не спрашивайте это. Дешевый сыр. Только знаете где? Знаете. Ford Focus. Довольно-таки технологичная машина по сравнению с многими в бюджет 9 тысяч. Ford Focus, он, а, стильно смотрится, он вместительный, скоростной по понятиям автомобилей такого класса. Смотрите, друзья, вы можете сказать, а почему я вот видел там можно дешевле эту машину выиграть. Да, можно выиграть дешевле. Но для того, чтобы купить хорошую машину, всегда имейте про запас чуть-чуть денег. Потому что иногда бывает, вот как у нас было пару машин, на машине просто один скретч и баллончиком нарисовано солнышко. И, в принципе, все. То есть, и эта машина стоит на 500, на 1000 долларов дороже, но у машины вообще нет повреждений. Поэтому, конечно же, лучше выиграть полностью целую машину, купить ее, она и потом в дальнейшем будет стоить в разы дороже, понимаете? А не то, что в карфак забил, а там просто рванина, как будто бы поезд переехал машину. И, конечно же, потом покупатели не хотят покупать эту машину. В дальнейшем вы же все равно не вечно будете на этой машине ездить. Ford Focus. Железобетонная ходовая машина, практичная. То же самое, можно ее эксплуатировать по всем направлениям, включая в огород. Деревлянный призер. Это Nissan Versa 14-х годов. В принципе, это Nissan Note, или же Nissan Tida, можно еще так сказать. То есть, да, это такой американский формат Versa. Шикарный автомобиль до 10 тысяч. Никита выиграл для нашего клиента из телеграм-канала, ссылочку в описании видео на этот канал, из этого телеграм-канала выиграл Versa за 2019 года с минимальными повреждениями. Друзья, 2019 год, минимальный пробег, минимальные повреждения. Такая машина в Украине стоит где-то 11,5-12, потому что 4 таких автомобиля мы подобрали клиенту за последние 3 месяца в Одессе. И мы знаем, о чем мы говорим. Versa очень хорошая машина, 1,6 автомат, большая вместительная, большой багажник, довольно-таки современный уже вид. Второе золотое место, это Volkswagen Golf. Да, 12-й, 13-й, 14-й год. 14-й может быть, все зависит от повреждения и от пробега, но вот это 100% ликвид. То есть, вот гольфы надо просто брать, брать, брать и брать. Мы переходим сейчас к лидеру, это платиновое место, это Volkswagen Jetta. Да, Jetta на сегодняшний день является хитом востребованных автомобилей в бюджете до 10 тысяч. Как бы вы разместили, если бы этот топ составляли вы? Вы бы разместили Jetta на первое место или гольф на первое место? Если бы я делал бы этот топ для себя, а не для вас, я бы, наверное, разместил бы гольф на первое место. Поменял бы их местами. Но, основываясь на запросах клиентов, Jetta перешла все-таки на первое место. Моторы разные, конечно же, 1.4 самый слабый, но все равно, если вы смотрите на пробег, если вы смотрите на удар, лучше купить, например, наиболее свежую Jetta с мотором 1.4 с минимальным повреждением, с минимальным пробегом за бюджет, например, 10 тысяч. Чем купить с пробегом 1.8 или какую-то 2-литровую, неважно, если купить ее с большим пробегом, с большим повреждением и купить ее, например, за те же самые 10. Carpoint вам рекомендует, и запомните это правило, минимальные повреждения, минимальный пробег. Вы думаете, что вы переплатили 500 тысяч, ничего вы не переплатили. Вы мудро вложили, инвестировали деньги в дальнейшие свой непоподосно бабло 2-3 тысячи. И еще и кучу потраченного времени и нервов. Этот топ вам, надеюсь, поможет очень сильно разобраться в теме. Этот топ, он составлен актуально на март месяц 2021 года. Поэтому, если вы это видео посмотрите в марте 2022 года, не говорите, что Артур ошибся ценами. И, пожалуйста, покупайте хорошие проверенные машины, цените свой труд, цените свое время, свою энергию. Подписывайтесь, делитесь, высказывайте свое мнение в комментариях. Мы с вашими комментариями растем, работаем над ошибками. С вами был Артур Васильев и канал Carpoint. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok